Производство канала Drive Plus, перевод BMI Russian при поддержке магазина колесных дисков Wheels Outlet. Вначале были газеты, потом узкоспециализированные издания, потом появился интернет, а вместе с ним появились Craigslist и eBay, и после этого свободного времени у меня не осталось. Сейчас на дворе 2014 год, и если вы интересуетесь старыми автомобилями, вам нужно смотреть только за одним ресурсом. The Bring It Trailer, Visity Trailer. В какой момент вы решили создать Visity Trailer? Мы основали компанию в 2007 году. 7 лет назад я разговаривал о машинах в онлайне со своим другом по колледже, ну в общем как все, в том числе как и ты, как я. А, eBay и Craigslist. eBay и Craigslist, сайты дилеров, о том, как люди-то тут-то там выставляют машины. Интернет очень большой, неисчерпаемый, в нем куча автомобилей, а что-то хорошее искать невероятно трудно. Одна машина на миллион или одна на тысячу может. Я рассказывал людям, которые искали машину, мол, вот хорошая, вот это ничего. А мой приятель предложил эту информацию публиковать, мол, ты находишь крутые тачки, и если сам их не покупаешь, то хотя бы напиши о них другим. А как пришли к идее названия? Я привык читать объявления, бумажные объявления в газетах Mercury News, и если продавали кусок металлолома в чем-то гараже, то писали 5,5 тысяч, bring a trailer, visit trailer. И до сих пор пишут, иногда... Да, машина на запчасти типа. Совершенно верно, были общепринятые фразы, и visit trailer была одной из таких фраз. Мне нравится, и я начал читать visit trailer, наверное, лет 5 назад. Тогда складывалось ощущение, что это по большей части дешевые машины, которые по-своему круты. А сейчас там есть очень много дорогих. Это специально так делается или просто так попадается? Мы всегда хотели сохранять разнообразие. Есть люди, которые постоянно ищут автомобиль до 10 тысяч. Но есть люди, которые ищут потеряшки и за 50 тысяч, и за 75. Больше всего в увлечении автомобилями мне нравится то, что тысяч за 5-10 вы можете найти просто убийственную тачку. Сайт развивается. Изначально он был очень маленьким, там были только мои друзья, я им о машинах писал. Потом мы создали ежедневную рассылку по почте, и очень многие так читают. Каждое утро появлялась машина, которая продвигается в течение дня. Это начало расти неконтролируемо. Ну и как ты и сказал, рассылку читают коллекционеры, богатые буратины. Да все ее читают. Они безумно богаты. Когда ты на меня вышел, ты же сразу написал, «Эй, а я же читаю, везите трейлер». Да, типа «Корвет нужен? Приезжай, катайся». Ну, давай поговорим о вашем Корвете, что ли. Я его впервые увидел на сайте, вы его купили. Так что это? Это Корвет-купе 1963 года с раздельным окном. Си-2 начали выпускать с 1963 года, и они были доступны только с раздельным окном. Это фирменная черта. Это машина для цифр, некоторые так их называют. Корвет, мы говорили об этом раньше. Корвет, корветоводы, клуб, НСРС и прочее. Среди всех коллекционеров автомобилей они больше всех помешаны на цифрах. Мы им даем возможность ее купить. У нас партнерка с eBay, в котором есть возможность продвигать аукционы. А, ваши аукционы. Ну да, рекламируем запчасти. Никто не хочет продвигать запчасти. На eBay есть хорошие машины, мы делаем их обзоры, но мы никогда... Мне сказали, давайте менять обзоры на рекламу запчастей и прочее. Мы ответили, ну может быть, может и нет, есть куча есть, за которые мы так и не взялись. Они спросили, есть ли какой-то другой способ для продвижения запчастей. Они у меня спросили. Я ответил, что самое крутое, что можно сделать с запчастями, собрать машину из запчастей, которые можно найти в закромах. Так что я купил машину, построил ее и получил этот законченный продукт из всех этих запчастей с eBay. Эта машина, все, что вы видите, за исключением краски, была найдена на eBay, включая саму машину. Я знаю, вам, сидящим у себя дома, это покажется очевидным, но вообще поездка на старом автомобиле кардинально отличается от поездки на новом автомобиле. Это корвет 63-го года с раздельным окном. Он восстановлен Рэнди и его отцом, но это реставрация в старом стиле. Никакого тебе движка LS, никаких кайловеров КВ, ничего этого нет. За исключением коробки передач, тут стоит пятиступка, все в этом корвете могло быть поставлено в 63-м году. Ну и как эта тюнинная винтажная машина на ходу? Тут нет усилителя руля, нет усилителя тормозов. В моем распоряжении 340 лошадей и карбюратор Форбелл, из-за которого движок немного кашляет на неполном газу, но на полном он издает очень приятный вой из впускной системы. Руль безумно тяжелый. Тут стоят 15-е колеса с диагональной резиной. Я никогда не ездил на диагональной резине, так что я мало что о ней знаю, кроме того, что она хреновая. Так что проходить повороты на этой машине весьма интересно. В 60-х корвет был довольно продвинутой машиной, ну, примерно так же, насколько сейчас продвинут Си-7 корвет. Да, у него нет славы Феррари, но на треке он от нее не отстанет, а это смотря какая Феррари. И корвет довольно часто это демонстрировал. Да, когда попадаешь в яму в середине поворота, даже несмотря на независимую подвеску, ты никогда не можешь точно сказать, что произойдет дальше. Ну, вот так как-то. Кулиса очень короткоходная и очень тугая. Код педали сцепления где-то сантиметров 7-8. И давить на нее приходится тоже от души. Усилителей тормозов нет, так что тормоза тоже требуют довольно большого усилия при нажатии. Большая часть поездки по этой высокогорной дороге будет на третьей передаче, и это хорошо, потому что перегазовку делать не получится, педали слишком далеко друг от друга. Весьма интересное ощущение, но мне нравится. Расскажите кратко по движку, коробке, задней части, а потом по подвеске и тормозам. Изначально в этой машине стоял 354-й мотор, но мы его сделали похожим на 327-й, который изначально ставился на эти машины. Тогда одним из самых любимых движков был карбюраторный 340-сильный. Ну и этот примерно такой же. Мы его сделали примерно таким же. Одна деталь, которой не было в 63-м году, это пятая передача в коробке. Она очень удобна для поездок по автостраде, но там другая кулиса, тяги, в общем, немножко было геморройно. Блокировка сзади по Си 370-я. Геометрия подвески старая, стоковая, но более жесткие пружины и бельштайны стоят. Тут независимая подвеска же, да? Да, трансфер с поперечной рессора. Можешь посмотреть, безумная штука с шарнирными муфтами. Круто. Еще мы подогнали тормоза от моделей, вышедшие несколькими годами позже. В 63-м году ставили барабаны, а на этой машине мы их пробредили до оригинальных тормозов корвета, которые ставились в 65-м. Дисковые тормоза по кругу. Прикольно. Вы когда-нибудь продадите машину? Ну, конечно, продадим. В конце концов, придумаем, как продать. Мы очень много работали над этой машиной. Цель этого проекта – это показать все работы, типа сборочная линия, построить, разрекламировать, все сделать, покрасить, проапгрейдить, продать, ну и все по новой. Много работы, очень много. Мы очень многое узнали. У нас ушло на это 14 месяцев. Это весьма нелегко сделать, когда тебе нужно поддерживать бизнес на плаву и когда много чего другого происходит. Поработали мы на славу. Мы добрались сейчас до финиша, и машина сейчас великолепна. Мы возьмем передышку перед тем, как еще раз такое сделать. Мне реально нравятся эти форточки. Покрутив их, можно подрегулировать. Кондиционера нет. О, да. Прям на меня дует. Когда я разговариваю с людьми, которые строят корветы, они никто не понимают, зачем оставлять это раздельное окно. А это на самом деле очень прикольная штука. Когда смотришь в зеркало заднего вида, ты прекрасно понимаешь, почему. Складывается ощущение, что я смотрю из статора или что-то подобного. Ни х**а не видно. Но для таких увлеченных классикой, как Рэнди, нет ничего лучше раздельного окна 63-го года. Именно с этого момента корвет стал великолепным. Такая штука как бы, ну, нужна. Ох, передок, передок гуляет, будь здоров. В смысле, не поймите меня неправильно, с машиной все в порядке. Так и должно быть. Просто если вы привыкли к современным автомобилям, то уменьшите циферки на спидометре и увеличьте свою сосредоточенность. Причем сильно увеличьте. Можно сказать, что машины становятся ценными, как только люди забывают, насколько плохо они едут. Очень хороший пример мой DeLorean. И эта машина от него не особо-то отличается. Если вы сядете в эту машину после того, как уже довольно много покатались на современных автомобилях, вы подумаете, что эта тачка реально стрёмная. Эта машина на 100% эмоциональна и на 0% функциональна. Повороты проходить трудно. Я только одно могу записать в плюсы. Тачка отлично себя чувствует на автостраде. Когда-то этот автомобиль имел отличную управляемость, но сейчас, по сравнению с другими, это явно машина для спокойной езды. Но мне так нравится смотреть на эти огромные приборы, и все они работают, позвольте заметить. Мне нравится этот руль с тонким ободом. Правда, хотелось бы, чтобы он не так близко ко мне находился. А вид, открывающийся над капотом этой машины, это один из самых красивых видов в мире. Корветт, GM-овцы поняли, что, глядя вот на такой вид, вы захотите чувствовать мощь. И бортики на этих крыльях, они просто потрясающие. Приятно на них смотреть, когда сражаешься за свою жизнь в повороте. Но тачка очень крутая, очень крутая. Комментарии — это лучшая часть визите трейлер. Как только аудитория стала огромной, мы создали не только возможность найти все эти отличные машины, но и слать их нам, типа, вон, смотрите. А еще там есть люди со знаниями, намного превосходящими, мои. Все началось с того, что я рассказывал о машинах, которые мне нравятся и которые я знаю. А сейчас есть целая армия читателей, которые все знают обо всем. Ну, прям как у нас. Каким бы ботаном-то ни был, всегда найдется еще больший ботан. Совершенно верно. Так и есть. Причем специалисты по любым машинам, а не так, как форумы по Альфам или Порше. Если появляется Альфа, вылезают альфоводы и начинают рассказывать о машине. Нам очень много присылают. Мы даже построили систему, которая отфильтровывает то, что нам присылают. И если что-то хорошее, то идет сюда, и тогда это описывается нашими фрилансерами и другими работниками, а потом попадает на сайт. Но ключом, ключом является разнообразие. Так же, как и раньше. Типа, что нравится Рэнди, понимаешь? Да. Типа, гараж мечты Рэнди. Потом это видоизменилось, потому что писатели... Ну, вообще, есть очень важные машины, затерявшиеся, например, на край газистов во Флориде. Мы должны о них рассказать. Я никогда об этом не думал. Это здорово. На аукционах все действия происходят в последние 10 секунд. По крайней мере, на eBay. Особенно на копеечных ставках. Ну, при разницах ставок минимальную сумму. И всегда получается... Ой, блин, я в воскресенье проспал до 12.47. Семьи, вот почему я не взял машину или еще там что-то. Вы не нашли способ это обойти? Нашли, это не новинка вообще. Но новинка для автомобилей в онлайне. Это автопродление времени. Разумно, когда время ограничено, посреди ночи ничего не кончается. Ну, а потом мы... Я ненавижу снайпинг. Я только что купил машину с eBay. Так объясни, что такое снайпинг. Снайпинг — это когда люди делают ставку в самую последнюю секунду. Ставят большую ставку, их тут же перебивают, и цены взлетают в последние 10 секунд аукциона. Аукцион длится 7 дней, но вся активность идет в последние 10 секунд. Да, пожалуй, я куплю ее за 5 кусков, а за последние 20 секунд цена подскакивает до 50. Ну, допустим, я хочу машину. Я очень хочу машину. Она торгуется на десятки. Ты ставишь 20 и получаешь ее. А какой-то чувак ставит 21, и все, пиши, пропало. Настроение испорчено на год, пока не найдешь еще одну. Ужасное чувство. Мы поставили так называемое плавающее время окончания. Аукцион заканчивается через 3 минуты после последней ставки. Время будет автоматом продляться. Если этот товарищ поставит 21, то у тебя будет 3 минуты. Да, у тебя будет 3 минуты, чтобы подумать, а не увеличить ли ставку до 22. Возможно, это и стоит того. А нашли аудиторию для этого? Да народ офигел. Все налетели, мол, в конце очень интересно, а потом, о, еще кто-то продлил. Когда у тебя есть что-то такое всеобъемлющее, вроде веб-сайта, очень трудно сконцентрироваться на чем-то маленьком, даже в полуживом мире классических автомобилей. Ну и как вообще-то трудно вам? У нас очень хорошо получается работать в интернете, охват очень большой. Мы посещали разные гоночные соревнования, много где были, подарки вручали всякие. Даже как-то правильнее, когда мы едем кататься, ведь именно этого мы и хотим. Потом мы пишем об этом на сайте, а не стоим под зонтиком у стенда. Ну и как вообще аудитория на сайте реагирует? Да людям нравятся обзоры соревнований, люди и слыхать не слыхивали о Калифорнии Минни, Сноубл Ралли или Соукл Титти, которые прямо у тебя под носом проводятся, а ты о них и не знаешь. Да, никогда об этом до сегодняшнего дня не слышал. А это было, кстати, на прошлой неделе. Серьезно? Да, это все происходит. Господи, так что мы тут сидим-то вообще? Вот уж точно. Мы не ожидаем, что в Визите Трейлер за ночь превратится в следующий eBay Motors. Мы рады найти кого-то вроде Рэнди, который этим занимается. В автомире есть куча любителей поболтать, и я не исключение. Но этот товарищ все делает по уму. Он меняет правила игры ради пользы для всех. Спасибо, Рэнди. Даже не знаю, может, раньше люди были худее, может, они тогда были меньше меня. Я думал, толстяки всегда покупают корветы. А в этой машине руль сейчас у меня прямо на яйца. Если у меня будет лобовое столкновение, детей у меня точно не будет, даже если я выживу в этой аварии. Перевод группы BMI Russian. Спонсор перевода – магазин колесных дисков Wheels Outlet. 90% внешнего вида автомобиля – это колеса. Подбери их на wheelsoutlet.ru. Продолжение следует...